Мы приветствуем всех, кто проводит этот вечер в компании сильных новостей, еще в компании этой прекрасной девушкой, которая находится сейчас рядом с нами. Чуть позже расскажу, кто же к нам в гости пожаловал. Я напоминаю, что каждый четверг в 19.00 мы, дорогие друзья, с вами общаемся и приглашаем при этом людей с довольно интересными и, что важно, нужными профессиями, которым у вас могут быть вопросы, которые вы, кстати говоря, можете задавать. Ранее мы выходили в 19.00, но по вторникам, но столкнулись с такой ситуацией, что люди после выходных, после понедельника, ну совсем не в том настроении. А в четверг настроение всегда получше, потому что завтра пятница, там выходные, а эти выходные будут еще и праздник. Короче говоря, не буду дурить вам голову, всем привет, друзья, это город Гомель, это сильные новости и ближайший час мы проведем вместе с вами в компании нашей гости. Тапаем по экрану, ставим лайки, делимся ссылочкой и располагаемся поудобнее. Я абсолютно уверен, что ближайший час мы с вами проведем и полезно, и интересно. Так мы смотримся, Ольга Алексеевна, чуть-чуть побольше улыбаться. Хорошо. Так, дорогие друзья, рассказываю, что сейчас, можно ко мне немного поближе, рассказываю, что сейчас будет происходить. Здесь рядом с нами находится Усова Ольга, адвокат Гомельской областной коллегии адвоката. Человек пришел нам рассказать, какие же у нас есть права, как их защищать, как это вообще происходит, ну и каково ей, такой хрупкой девушке, работать с этими самыми законами, в том числе и ради нас с вами. Вопросы можно задавать, что-то мы озвучим, озвучим все, кроме некоторых. Объясню, каких именно. Во-первых, у нашего стрима есть несколько правил. Правило номер раз. Это никаких оскорблений в адрес других зрителей, в адрес ведущего, в адрес гостя, да в адрес вообще кого бы то ни было. За это я, хоть и не адвокат, и не прокурор, но буду вынужден отправить вас в бан. И второе, это никаких околополитических лозунгов. Друзья, это не та площадка, где вы можете их выражать. Поэтому давайте проведем вечер интересно, в дружелюбной обстановке, ну и позадаем вопросы нашей гости. Еще раз ее представляю. Ольга Алексеевна. Алексеевна, да? Да. Усова, адвокат Гомельской областной коллегии адвоката. Свои вопросы можно задавать уже прямо сейчас. Ну а те, кто только-только к нам присоединился, друзья, вы находитесь на стриме сильных новостей. Если по каким-то причинам вы еще на нас не подписались, обязательно это сделайте. И будете тратить минимум времени при этом узнавать массу новостей. Что-то разговорился я, Ольга Алексеевна. Давайте поприветствуем наших зрителей. Приветствую всех. Просто привет скажи и все. Да, привет всем. И надеюсь, что сегодня будут дополнительные какие-то вопросы. И проведем данный час времени с пользой. С пользой и для вас, и для нас. Оль, давай по порядку. Знаешь, ловлю флешбек с детского сада, когда у маленьких детей спрашивают, кем они хотят стать. Мальчики, понятно, спасатели, космонавты, кто угодно. Девочки все как одна, звезды, певицы, актрисы. Кем ты хотела стать в детстве? Вспоминаю сейчас школьный период, когда училась класс восьмой, девятый. Я не знала еще, кем хочу стать. И, соответственно, ну кем? Пойду тогда в десятый, в одиннадцатый. И тут, собственно, школьные периоды, да, после школы, постоянно тогда были знаменитые телепередачи про адвокатов, про судей, какие-то следственные сериалы, скажем, передачи. И постоянно вот это, да, наблюдая, постоянно я смотрела, как-то вдохновлялась, мне нравилась и такая романтика, да, которая в фильмах описывается, и даже бывала драма какая-то. И встал вопрос потом, куда поступать, одиннадцатый класс. И помню с университета Гомельского государственного университета Франциска Скорина... Которому мы и передаем плавеный привет. К нам, получается, пришли, рассказывали о специальностях, кем вы можете стать, поступая на тот или иной факультет. И я смотрю юридический факультет, что меня очень заинтересовало. Была написана квалификация юрист, и, собственно, я решила поступить. Как-никак, мне было 17 лет тогда, да, и спрашиваю у мамы, что вот, а как вот ты считаешь, да, поступать мне или нет. И сейчас вот уже спустя 10 лет я маме очень сильно благодарна, что она постоянно говорила, вот, как знаешь, так и будет, да. Хочешь поступать, поступай. И, собственно, поступила я, практически закончила университет с отличием. И очень даже угадала вообще с факультетом, потому что, как говорят, что да, юристов очень много, но, скажем, не работают по специальности. Вот, и до сих пор благодарна этому факультету, этой специализации, что вот есть такая, скажем, моя самореализация именно в этой профессии. Хорошо. Насколько сложно было учиться? То есть зубрёжка, ночи напролёт за конспектами, или всё-таки ты чувствовала некий интерес, тебе самой было это интересно, и сама искала где-то возможность узнать что-то больше? Ну, во-первых, да, потому что первый курс было как-то и сложновато, и было очень интересно, потому что, во-первых, там уже не школьные предметы, не физика, не математика, да, русский язык, а уже такие и общая теория права, конституционное право. Вот, и, собственно, да, было очень много материала, потому что иногда, да, когда ты в школе учишься, кажется, что три страницы параграфа — это так сложно прочитать, это так много, а тут надо к одной паре было читать 23 страницы. Было достаточно сложно, но очень интересно. И вот этот интерес, он много играет. Хорошо. Почему именно адвокат? Слово юрист, оно в себе подразумевает... Да, это по умолчанию юрист. Ну, во-первых, как-то, когда я еще была маленькая, да, и родственники, и родители сталкивались с какими-то вопросами, вот, а как вот это сделать, а как это... И, собственно, юрист, да, как-то и была такая отправная точка. Но вот именно по внутреннему убеждению, именно защита — это как мое призвание, именно защита прав, законных интересов людей. И вот эта адвокатура, я чувствую, что здесь полностью мое призвание и самореализация. То есть нашла себя в своей тарелке. Да, да, нашла себя. Так, дорогие друзья, сегодня мы пригласили человека, который нашел себя в своей тарелке, и мы можем с вами какое-то кое-что поиметь, потому что у нас в гостях адвокат Ольга Усова, который расскажет нам вместе с вами, что такое права, как с этим жить, и как, что самое главное, их защищать. Задавать свои вопросы прямо по трансляции, прямо в комментариях, будем их озвучивать. Ну и, конечно же, не забываем тапать по экрану и, собственно говоря, делиться этой трансляцией. Кто только к нам присоединился, это город Гомель «Сильные новости». Ну, а мы продолжаем. Ген, может быть, помнишь, наверняка помнишь, свое самое первое дело, в котором ты столкнулась уже как дипломированный специалист и охотовый кадр. И да, я прекрасно помню. Это было дело уголовное, суд по уголовному делу. Статья была кража. И я помню, что по данному делу человек возместил все. Сразу чувствуется нотки юриспруденции. Все украдено. Кто что спер. Вот. Кто спер, что эти деньги. Деньги были в кошельке. Кошелек сперли в магазине. Собственно, сумма там была немаленькая. Вот. Если не секрет. Или тайна. Ну, тайна. Да, отнесем к тайне. Вот. И человек все это возместил. Человек раскаялся. И просто получил минимальный штраф. Вот для меня это было просто открытием, что, да, я, это было мое первое уголовное дело в суде. Когда меня назвали защитник, да, там, защитник. Есть ли ходатайство? Я такая думаю, защитник. Вот. И, собственно, дали человеку минимальный штраф. А насколько вообще был волновательный? Волнительный этот момент, когда ты понимаешь, что в твоих руках, как ни крути, но все-таки судьба человека. Волнительно, знаете, каждый раз. То есть и первый суд был очень волнительный и по сей день. И ты понимаешь, что читать нужно все, и смотреть нужно все, и судебную практику. Потому что, ну, в твоих руках реально судьба человека. Какое наказание ему дадут по уголовному делу, либо по гражданскому, да, решение вынесут в его пользу или не в его. Потому что человек идет к тебе, человек доверяет. И свою проблему, и, собственно, дальнейшее какое-то будущее. Сколько это лет назад примерно было? Первое дело? Да. Плюс-минус. Это было в январе. Этого года? Да. А, то есть совсем немного. Ну, а сколько у тебя уже, в принципе, через тебя прошло вот этих вот дел, неважно, уголовных, гражданских, просто консультаций? Ну, изначально, когда я начала работать, было немного, январь-февраль. Март, апрель, сейчас уже достаточно дел много и гражданских, и уголовных. Поэтому тут нужно время, наверное, как-то балансировать и устанавливать, например, для человека, вот вы там, например, тогда-то приходите, да, на консультацию, или вот тогда-то суд, мы с вами встретимся тогда, и как-то... Потому что адвокат — это свободная профессия. На нас не распространяется трудовое законодательство. Только хотел поинтересоваться. Да, вот, и, собственно, это так, как большая свобода, да, и это, собственно, и большая ответственность. Вплоть до того, во сколько тебе нужно проснуться, да, сколько, скажем так, нужно дел, вопросов решить, да, проблем, и, скажем так, когда у тебя суд. То есть дела все время выкраивать именно вот как-то. То есть, грубо говоря, рабочий график с 8 до 5 — это не про вас? Это нет. Нет, даже бывает такое, что адвокат работает и в субботу, и в воскресенье, просто потому что есть правовые, да, сроки, например, апелляционные обжалования. Вот, и бывает так, что и в воскресенье адвокат работает, как я уже недавно говорила в инстаграме своем, что нету адвоката выходного между защитой прав и законных интересов. То есть защищать мы должны всегда. Ну, бывает такое, что звонок буквально в 2 часа ночи, Ольга Алексеевна... Спасается. Да, срочно. Нет, ну в 2 часа ночи у меня еще такого не было, но было, например, когда человек, скажем, приходит, да, говорит, вот, у меня сегодня уже последний день обжалования, там, решения или приговора, да, я вот настроился, я хочу обжаловать. Человек приходит после обеда, последний день, да, десятый. И я понимаю, что это очень большой объем и работы, да, это и ответственность. И, собственно, бывает такое, что если вдруг какой-то срок поджимает, да, когда вот человек приходит, то адвокат, собственно, начинает заниматься этим делом, просто потому, что вот до 6 часов, например, вечера нужно подать все документы в суд. Иначе просто человек не сможет реализовать свое право на, скажем так, обжалование, там, приговоры на решение суда. Хорошо, если брать в целом, вот белорусы с чем, давай сейчас возьмем гражданские дела, с чем чаще всего обращаются за консультацией? Чаще всего это за консультацией по семейным вопросам, да, раздел имущества, например, совместно нажитого, либо расторжение брака, да, через суд, когда другая сторона не хочет в добровольном порядке через ЗАГС, вот, это и наследственные дела, особенно... А как это вообще происходит? То есть пара захотела развестись, идет, подает заявление, но один из супругов говорит, нет, разводы я тебе не даю, или как это? Изначально, например, брак можно расторгнуть либо через ЗАГС, да, когда есть добровольное согласие, либо если его нету, то это только через суд, вот. Вот. И, собственно, если есть несовершеннолетние дети, какой-то спор об имуществе, это только через суд, когда люди, вот, скажем, не могут уже договориться, да, тут идут, например, к адвокату. Если брать вот в процентном соотношении вот эти вот дела касательно разводов, это какой примерно процент всех консультаций? 10, 20, 50? Даже вот так вот, на вскидку и не скажу, по-разному бывает. Бывает по-разному. А почему вообще люди разводятся? Между прочим, у нас более половины браков, это информация Верховного суда, я с головы ничего не беру, более половины браков заканчиваются бракоразводным процессом. Как бы цифра внушительная, но здесь мы не выделяемся от других государств. Ну, все-таки вернемся к вопросу, почему вообще люди в основном расводятся? На самом деле, да, цифра внушительная, просто потому что бывает, люди не могут попросту договориться между собой. То есть, например, о воспитании ребенка, либо банально о каких-то домашних делах, кто, не знаю, на что тратится и так далее. То есть, вот бывает и такое. Ну, а бывают такие моменты, когда люди уже вот дошли до суда, они уже вот там самый последний момент и передумали. Примирение стало. Бывает такое, да, потому что, когда человек подает иск о расторжении брака, то по автомату суд дает 3 месяца на примирение. Вот, если через 3 месяца, собственно, люди, да, приходят, естественно, ответчик, и кто-то из них говорит, что вот, как бы, семья еще может сохраниться, и дайте нам еще 3 месяца, да, и такое есть, то, собственно, суд дает еще 3 месяца, да, для того, чтобы семья, скажем так, сохранилась, потому что суд ставит вот это, скажем так, на первое место, да, особенно если есть дети, чтобы семья сохранилась. А кто чаще всего настаивает на разводе, женщины или мужчины? Чаще всего женщины. Чем мотивируют в основном? Ну, знаете, чтобы, может быть, как-то суду не излагать свои мотивы, да, расторжение брака, либо очень личное что-то бывает, ну, не сошлись характерами. Есть такая формулировка расхождения в дальнейших взглядах на жизнь. Да, измена, например, или не сошлись характерами, вот, разное бывает. Хорошо, что касается разводов, что еще так, ну, из основного? Из основного это, наверное, земельные дела, жилищные, трудовые, очень большой спектр о детях, например, вот, лишение родительских прав, что очень так тяжело и морально, да, вот, не только с правовой точки зрения, когда кого-то лишают родительских прав. Хорошо, а если брать из разряда, ну, самого редкого, исключительного, скажем так, случая, вот в твоей практике или практике твоих коллег, может быть, слышала от кого-то из более старших коллег, что такое, что действительно, ну, слушайте, а такого не было? Или на вскидку так пока не припомню? Нет, пока нет, вот так вот быстро не припомню. Если вспомню, то я вам скажу. Хорошо, я напоминаю, друзья, что сегодня в гостях усиленных новостей Ольга Усова, адвокат, она рассказывает о том, как защитить нам с вами свои права. Можете задавать вопросы, пишите их прямо в комментариях, что-то буду озвучивать, но при этом никаких оскорблений и при этом никаких околополитических лозунгов. Ольга, пройдемся по стереотипам. Давай вот с киношных этих образов, которые мы все привыкли видеть. Есть мнение, что адвокат это очень дорого. Это стереотип или все-таки по ситуации, или вообще не так? Ну, могу сказать в общих чертах, что это зависит от вопроса, да, с каким вопросом приходит человек. Потому что бывает такое, что человеку достаточно одной консультации, да, чтобы ему разъяснить, там, имеет ли он право на подачу, там, такого-то документа, либо не имеет, да. Либо бывает такое, что вот какие-то там экономические дела, например, связанные с бизнесом. Тут уже совершенно, скажем так, вопрос на... о другом чеке стоит. Толковый адвокат может едва ли не чудеса творить и выигрывать дело, абсолютно безнадежное, просто произнеся какую-то пламенную речь. Вот этот стереотипный киношный образ. Такое на практике случается или это сугубо для красивого кадра? Это, знаете, если сравнивать вот с кино, да, то как-никак, даже если вот в кино логически все это поставлено, да, то мы не забываем, что есть, например, уголовное дело, либо гражданской, да, где уже, скажем, опять же, вот если брать уголовное дело, люди подписывают чуть ли там не каждую страницу, да, какого-нибудь там допроса, опроса, и, скажем так, где есть доказательства уже, да, которые не вырубят топором, как говорится, вот. И это, скорее всего, такие стереотипные киношные, да, моменты, потому что как-никак это и постановка, вот, а в жизни есть совершенно другое, как доказательства, которые уже ты никуда не денешь. Ну а вообще ораторское искусство, оно в профессии насколько важно, и действительно ли та же самая пламенная речь может, ну, если не изменить хоть дело, то, во всяком случае, поменять на, повлиять на окончательное решение? Ну, как я считаю, что ораторское вообще мастерство, да, искусство для адвоката – это важно, потому что бывает такое, да, когда человек, даже вот, если мы не берем профессию, да, юриста, там, адвоката и так далее, то запинается, где-то проглатывает какие-то, да, буквы и так далее, и его неудобно слушать, да, то есть и слышно человека, но как-то вот нужно прислушиваться, например, вот, а касательно адвоката, выступления в судах, это вот когда адвокат уже, да, выступает в премиях, это очень важно, очень важно, потому что тебя слушает и твой доверитель, да, и суд тебя слушает, слушает и слушает все, поэтому это очень важно. Хорошо, тут у нас несколько вопросов еще подоспели, кое-что могу озвучить, ну, вот, например, как раз-таки о тех самых семейных отношениях, о которых мы говорили, после того, как отец пошел на пенсию, он может подать в суд, чтобы дочь платила ему алименты? Ну, есть такой момент, да, но, опять же, каждая ситуация, она очень индивидуальна, там нужно, чтобы и отец у отца был, скажем так, маленькая пенсия, да, или нетрудоспособность, чтобы была, вот, и, собственно, можно подавать, но, опять же, каждая ситуация, она индивидуальна, поэтому, если в общих чертах, то можно. Дорогие друзья, свои вопросы можно озвучивать прямо по трансляции в комментариях, это сильные новости, город Гомель, прошу любить и жаловать. Ольга Усова, адвокат, рассказывает, как нам с вами защитить свои права. Скажите, пожалуйста, есть ли бесплатные адвокаты по гражданскому делу? Бесплатные, да, есть такая категория дел, вот, например, одна из, это, если, например, мать ребенка, да, приходит к адвокату и, скажем, говорит, что вот я хочу отца, например, лишить родительских прав, да, то есть это подпадает под бесплатную юридическую консультацию, да, составление иска и ведение, например, дела в суде первой инстанции, вот, также по трудовым вопросам есть такой момент, там, о начислении, например, факта заработной платы, то есть... То есть это зависит сугубо от тех моментов, которые касаются непосредственно заявителя? Да, да, либо, например, многодетные семьи могут обращаться, или, например, родители, усновители, либо печители, да, удочерители в интересах несовершеннолетнего, либо несовершеннолетние сами в своих интересах. Да, кстати, были такие моменты, когда даже несовершеннолетние подавали на своих родителей. Момент мне понравился с разводом и разделом имущества. Вот это вот, когда дело доходит до дележки буквально столовых приборов. Это правда? И что вообще люди между собой делят? Это правда, люди иногда делят всё, что есть, бывает даже, доходит до такого, что... Мы же знаем, да, что бывает ценность вещи такая одна, а бывает другая, когда вот, я даже знаю на своём примере, кастрюля, да, какой-то столовый прибор, он стоит, например, вот, скажем так, тысячу или две тысячи. И бывает такое, что люди делят даже вот это, потому что имеет место быть, это деньги тоже вложены, поэтому... Или даже люди бывают из принципа просто делят, просто потому что оно было куплено в браке, и делят всё, что есть. Как это вообще происходит непосредственно на заседании? Это всё чинно, благородно, цивилизованно, или бывает, что люди дают волю эмоциям и продолжают выяснение отношений с криками и со всеми вытекающими? Нет, это, конечно, есть гражданский процессуальный кодекс, например, да, если мы говорим о гражданских делах. Есть определённые, скажем, определённые рамки, да, когда люди начинают, грубо говоря, вот орать, да, как-то выплёскивать свои эмоции, то суд, конечно, может сказать, что вот прошу соблюдать порядок, иначе можем привлечь вот к административной ответственности, например. Вот, конечно, во всём соблюдается порядок, это, это да. Хорошо, расскажите, медиатор есть тоже бесплатный? Давай для начала, кто такой медиатор? Ну, медиатор, это, если в двух словах, досудебное урегулирование споров, вот. Для медиатора тоже предполагается получение лицензии, вот, так же, как и адвокатская деятельность, да, это лицензируемые деятельности, то же самое и для медиатора. И адвокат тоже может быть медиатором, да, если у него есть лицензия, два человека, например, вот, сидят, и о чём-то, скажем так, договариваются, вот. И заключается потом медиативное соглашение, вот, если так будут слова. Ну, и они у нас тоже есть бесплатные. Насчёт этого не подскажу. А, насчёт этого, извините, мы боимся соврать, поэтому в заблуждение вводить вас не будем. Но продолжайте задавать вопросы. Всё видим, всё читаем. Ещё такой момент, знаешь, вот, по долгу службы очень много сталкивался с моментами, когда нам писали наши подписчики, рассказывали, вот, как под копирку истории. Молодые люди имели взаимоотношения между собой, по каким-то причинам произошёл разрыв, но один начинает преследовать другого. Ну, самый банальный сталкинг, да? Звонки с левых номеров, ожидания под домом, приходы на работу, сообщения всякого непонятного характера. Ну, грубо говоря, когда один человек пристал к другому, как банный лист к одной известной точке. С этим можно как-то бороться? А с этим можно. Ну, во-первых, тут ещё играет, ну, имеет место такой факт, что как человек сам расценивает, да, какие-то, скажем так, приставания, да, либо преследования, потому что бывает так, что это уже полноценная статья Уголовного кодекса. Прямо уголовного? Бывает, да. Вот, в зависимости от... Как так задолбать нужно? В зависимости... Что на меня смотришь? В зависимости бывает от действий, как человека, да, который преследует, и как он преследует, и как на это реагирует, собственно, лицо, которое преследует. Вот, разные бывают ситуации. Почему услуги адвоката не оплачиваются по результату, а в обязательном порядке? Это вопрос, да? Да. В обязательном порядке, по результату... Нет, у нас есть такое, например, что в случае, скажем так, положительного решения дела есть, например, доплата, да, вот, но у нас, например, ну, забегая вперед, у нас нет такого, как заработная плата, да, у нас нету оклада, у нас есть вот гонорарная практика, то есть, если человек приходит, да, с каким-то вопросом, скажем, в составлении иска, то мы заключаем договор, собственно, там прописывается цена, да, гонорара, вот, и, собственно, после оплаты адвокат приступает уже к написанию. Ну, здесь вот мне очень хорошо на вам приходит аналогия, например, с платной медициной, да, то есть мы можем оплатить... Ну, он не гарантирует результат, потому что, ну, от него тоже не все зависит, он не волшебник. По сути, то же самое и с адвокатом. Так, дорогие друзья, продолжаем задавать вопросы. На что можем? Будем отвечать, на что не можем? Не будем вводить вас в заблуждение. Ну, а как вообще, вот, хотелось бы на таком вот уровне узнать, что говорится, бытовон, наверное, как вообще проходят консультации? То есть человек приходит, рассказывает свою проблему, адвокат их внимательно изучает и потом уже выносит свой некий вердикт. Да, как правило, человек приходит на консультацию и бывает такое, что, ну, вот, все рассказывает, да, все, что знает, документы, например, какие-то приносит, который считает нужным, да, по своему делу. И, собственно, при рассказе, да, при свободном рассказе, как делаю я, я делаю какие-то заметки, да, чтобы, собственно, ничего не забыть, чтобы как-то синхронизировать информацию полученную. И уже от этого отталкиваясь, я примерно понимаю, что хочет человек, да, как-то вот навести на правильные, скажем так, на истинный ответ, вот, что действительно нужно человеку. Потому что однажды, помню, мне звонит один человек и говорит, мне нужно написать заявление на суд. А я такая сначала, как адвокат, думаю, что, может быть, это жалоба какая-то на действие суда, да, или нет. А оказалось, что человеку нужно подавать иск в суд, а не жалобу на суд, как он, например, говорил. Вот. Хорошо, дорогие друзья, город Гомель, сильные новости. Смотрите прямую трансляцию. Сегодня в гостях Ольга Усова, адвокат, поэтому задавайте свои вопросы, ежели таковые у вас имеются. Такой еще вопрос. Если ты видишь, что человек врет, пытается как-то приукрасить ситуацию, пытается выставить себя в выгодном свете, как ты действуешь в этой ситуации и как вообще себя правильно вести с адвокатом? Говорить всю правду напролом, а там уже как-то будете выкручиваться? Или бывают такие моменты, что все-таки нет-нет, но и где-то соврут? Ну, у меня были такие ситуации, да, когда человек рассказывает свою ситуацию, свою проблему, и я задаю дополнительные вопросы, да, чтобы понять мне как адвокату, что в принципе нужно человеку, какая у него проблема. И, исходя вот из беседы, я вижу, что как-то человек путается в своих показаниях, да, как-то что-то пытается приукрасить и на базе этого думает, что адвокат как-то вот может в его пользу что-то сделать, как-то повлиять, да. Но опять же, если адвокат пишет какое-то исковое заявление, либо еще что-то, да, и участвует в суде, то все становится явным, как вот в одной из сказки, да, поэтому я зачастую, когда вот бывают клиенты ко мне приходят, я говорю, что вот у нас сейчас проходит с вами консультация, да, адвокатская тайна на ней тоже распространяется, и дальше этого кабинета ничего не выйдет. Собственно, вот как есть, я говорю, так и рассказывайте, ничего не бойтесь. Такой еще вопрос, немного даже, наверное, не то чтобы философский, но все-таки. Законы меняются, меняются люди, меняются проблемы у людей. Как постоянно быть вот в этом вот тонусе, чтобы схватывать все тонкости, чтобы быть, что говорится, вот в моменте. Как совершенствовать свои навыки, что тебе в этом помогает? Я не знаю, консультации старших коллег, какие-то семинары, какая-то литература. Как ты сама себя поддерживаешь на этом уровне? Да, это очень на самом деле такой тонкий вопрос, опять же, вот коснусь университета, когда мы уже начали изучать правовых дисциплин, уголовное право, гражданское право, то зачастую говорили студенты, это что получается, право меняется, ну, имеет место изменения, да, то есть я на такое не подписывался, вот я хочу выучиться и работать, да. Вот, собственно, и что касательно вот повышения квалификации, повышения каких-то своих скиллов, да, это постоянное обучение, это постоянное, скажем так, вот выход из зоны комфорта, да, такое инстаграмное, можно сказать, выражение, без этого никуда, потому что закон, он меняется, и бывает, вот, меняется полностью, например, и кодекс, издаются новые кодексы, как, например, будет вот, скоро или не скоро, пока что не знаю, но кодекс о здравоохранении, раньше его не было, вот, и адвокаты должны быть всегда в тонусе, поддерживать свою квалификацию, постоянно что-то читать, и даже бывает и перечитывать, потому что, когда ты читаешь один раз, второй раз читаешь, что-то новое для себя видишь, и каждый раз вот так вот по-разному и по-новому. Как при этом, понятное дело, что куча всей информации, куча всех формулировок, законов, человеческие отношения, в конце концов, человек нет-нет, но может перегореть. Как ты с этим справляешься, с этим эмоциональным выгоранием? На самом деле, это тоже очень хороший вопрос, и тут, скорее всего, нужно соблюдать дисциплину, и как-никак, но отдыхать, отдыхать, потому что... Как адвокаты отдыхают? Ну, отдыхают по-разному, бывает такое, что зачастую у каждого адвоката есть какие-то хобби, да, то есть у нас молодые адвокаты очень всем интересуются, бывает такое, что и футболисты у нас есть, у нас есть и те, кто в теннис играет, кто-то отдыхает на природе, то есть как-то, скажем так, восполнять свой ресурс, чтобы дальше, скажем, с новыми силами и энергией защищать людей, как-то отстаивать их права, законы, интересы, потому что я, например, понимаю, что если я буду без сил, то как же я помогу человеку, потому что человек на меня надеется, и я, во-первых, должна быть в ресурсе, вот, а отдых, он имеет место быть и должен быть. Скажите, пожалуйста, решение суда, что вступило в силу, выходные дни учитываются? Учитываются. Учитываются. Ты еще за рамками эфира говорила, что обучалась не только этому ремеслу, но и намного и другими ремеслами, назовем это так, за границей. Расскажи подробнее об этом, что учила и насколько выучила. Я, мне довелось учиться в Италии, я там заканчивала лингвистический факультет, владею тремя иностранными языками, английским, французским и итальянским. Итальянский, собственно, у меня как второй родной язык, потому что там приходилось говорить на этом языке как-никак. Лингвистический факультет надо было переводить с итальянского на французский, то есть это как два иностранных языка. С иностранного на иностранный. И русский язык, как говорится, тихо курить в сторонке, потому что, ну, это было сложно, вот, поэтому три иностранных языка, я очень этим горжусь. Дипломов, наверное, там можно стопочку уже складывать. Ну, а если брать, опять же, наверное, немного более личный момент, есть ли такая категория людей, за дела которых бы ты не взялась ни в коем случае? Или наоборот, через себя, через силу, через свои какие-то внутренние стоп-линии приходится перешагивать и делать свою работу? Как по мне, я, если у меня встречается какое-то сложное дело, да, казалось бы, где, ну, вот, не могу из-за личных каких-то принципов, да, например, вести его, но тут, опять же, нужно отключать какие-то свои эмоции, да, и чисто работать вот с документами и с правом. И, как по мне, всегда любого человека нужно защищать и можно защищать, несмотря на то, что оправдают его, либо осудят, но все равно каждый имеет право на защиту. Ну, а если тебе вот просто попалось дело злодея всея, там, не знаю, Усама Бен Ладом, к примеру? Таких дел не попадалось. Вот если попадалось одно дело, то мне сначала как-то было очень эмоционально дискомфортно, да, а потом я поняла, что вот эмоции, да, чисто какой-то личностный мотив нужно убрать, и просто ты адвокат, и ты работай вот с правом, с документами. Ну, вот эта рекомендация может даже пригодиться очень многим людям, поскольку очень многие с этим сталкиваются. Опять же, где вот эта вот волшебная кнопочка, чтобы отключить эмоции, как бы тяжело ни было, и делать дальше свое дело? Это тяжело на самом деле, потому что как-никак ты разговариваешь с людьми, люди описывают ситуацию очень взволнованно, да, и ты пытаешься вот это волнение как-то убрать, и вот правовой момент, да, положить на руки, такой вот голый момент правовой. Но это очень тяжело. Это тяжело как-никак и эмоции, и бывает как-то и силы забирает, да, но работа есть работа, и с практикой оно все как раз-таки и приходит. Еще такой момент, ты вот из границы побывала, получилось. Скажи, вот, пожалуйста, на твой взгляд, белорусы, они вообще вот юридически грамотные, или все-таки есть еще куда расти? Есть, конечно, да, куда расти, и у меня вот были такие моменты, когда на консультации люди приходят уже как-то, что-то, вот, зная о своей проблеме, да, уже имеет представление. Или вот, например, у меня был такой момент, когда мужчина приходит и говорит, мне нужно установить отцовство, да, а я понимаю, что по его рассказу тут нужно не устанавливать отцовство, а оспаривать отцовство, потому что у ребенка уже записан отцовец. Вот, бывают и такие моменты, когда я выслушиваю человека на консультации полностью, да, и, собственно, исходя уже из своих записей, да, каких-то вопросов, задаю человеку наводящие вопросы, так-то или так-то, и уже, собственно, вот обрисовываю, да, правовую, скажем так, ситуацию, и что, в принципе, у человека есть, вот какая именно ситуация, потому что люди приходят зачастую без юридического образования к адвокату, а адвокат уже, собственно, берет всю ту информацию, которая есть у человека и с правовой точки зрения, скажем, описывает ее человеку, вот как оно действительно, вот какая ситуация у человека. А многое ли вообще при принятии тех или иных решений зависит непосредственно от судей? Мужчина это или женщина? Это более мягкий такой человек или, наоборот, более строгий? Насколько вообще в юридических этих моментах важна роль личности? Роль личности? Это очень сложный момент, на самом деле, если говорить вот о судьях, да, я не возьмусь вот именно обсуждать этот момент, но, по крайней мере, знаю, что судьи, они независимы, да, они подчиняются только закону. Хорошо, у меня сразу двойной момент назовем это будет. Во-первых, какую-нибудь хохму из профессиональной своей деятельности. Ну, давай, ты ее пока подумаешь. Я пока напомню, дорогие друзья, еще успеете задать вопрос нашей гости, пишите сразу под комментариями. Напомню, сегодня у нас Ольга Усова, это адвокат Гомельской областной коллегии адвокатов. Насколько можем, говорим о ее профессии, которая, может быть, нам с вами пригодится. Нет, мы не будем говорить о спрашилках, но, вполне возможно, когда-нибудь гражданский язык да какой-нибудь там с вами, да, перепадет. Вопрос пока еще вот этот созрел, он по хохме какой-нибудь, или пока о другом поговорим? Я не очень понимаю, что... Какой-нибудь забавный, смешной, прикольный случай из твоей практики, после которого можно посмеяться, улыбнуться. Ой, это надо подумать. Хорошо, давай тогда к более житейскому чему-то перейдем. Понятное дело, что всех у нас есть друзья, знакомые, даже незнакомые. Как часто тебе приходится приходить на помощь друзьям, знакомым или незнакомым? Оля, ты же адвокат, выручай. Бывает такое, да, что меня спрашивают лучшие друзья, родственники, а как вот даже не просто любопытство, а действительно есть вопрос какой-то, да, у них правовой. И зачастую это вопросы общие, да, то есть имею я право, не имею я право, могу я или не могу. И я понимаю, что как адвокат, я сразу вот так по щелчку пальца, да, могу сказать, что вот да, либо нет. А вот бывает такое, что вот прямо профессиональный интерес взыграл, и вот я доведу это дело до конца, потому что это дело уже моего личного принципа. Да, был недавно у меня такой, такая ситуация чисто вот из, ну, было дело принципа, да, когда мне звонит подруга и говорит, что вот знаешь, Оля, у меня, она звонит полностью в слезах, говорит, у меня умерла собака в ветклинике, причин никаких я не знаю, потому что причин-то и не было, да, таких. И говорят, что мне ее не хотят отдавать, просто вот вы заплатите, мы ее кремируем и все, да. И тут у меня такой... Небольшая оговорка, это реальная история, которая происходила буквально на днях Гомеля. Да, вот. И у меня проснулся такой внутренний адвокат, потому что, ну, во-первых, у подруги была такая собака, как и у меня, и я, как никто другой, понимаю боль утраты. И в том числе, что, ну, просто ветклиника, я не буду говорить, какая, не захотела отдавать собаку. Вот просто да, потому что, а, во-первых, собака это имущество, да, они захотели отдавать. И мы, значит, она говорит, Оля, я хочу поехать с тобой, потому что я не знаю, что делать. Мы пока с ней ехали. Я, как адвокат, да, как говорят, самое главное знать, где найти, где прочитать. Вот, мы с ней поговорили, обсудили, что, как говорить правильно. Мы приходим, я говорю, здравствуйте, я адвокат, а вот подскажите так-то и так-то, да. Мы поговорили с регистратором минут 20 или 30, и подруги собаку отдают. И я ей также объяснила, что если, ну, тоже дело принципа, да, ты не знаешь, из чего умерло животное, да, твоё собака, как-никак, близкий родной член семьи, я говорю, можно, например, сделать экспертизу, да, причину смерти узнать. И у человека был такой запрос, что мне это не надо, я хочу только вернуть свою собаку, и всё. Ну, а для адвоката, даже если это подруга, да, близкая, которой я просто вот за бесплатно помогла, для адвоката это как закон, да, желание вообще человека, доверителя или клиента, вот. Поэтому мы просто её вернули, и всё. Человек безмерно просто рад. Ну, а если так вот, ну, не то, чтобы пофилософствовать, но всё-таки узнать твоё мнение. Нас, предположим, сейчас смотрит какой-нибудь будущий абитуриент, который ещё не знает, куда поступать, и вот он захотел, подумал, поступить на юридический. К чему ему нужно быть готовым, и какими качествами вообще, по-твоему, должен обладать действительно классный адвокат? Ну, во-первых, если мы говорим об абитуриентах, да, это, если уже человек задумался о профессии юриста, как-никак это, наверное, через фильмы какие-то, да, через сериалы. И тут важно отграничивать именно вот кино, да, всю эту постановку, от именно профессии юриста, потому что зачастую люди идут на факультет просто потому, что им нравится фильм, а не сама профессия. Вот. И тут надо быть готовым, что читать нужно много, учить надо много, и, возможно, в дальнейшем, если человек захочет, то стать адвокатом, адвокатом, которые, вот у нас все адвокаты высокоморальные люди, высоконравственные, это люди с с принципами высокими, поэтому, да. Тут комплименты просто прилетают, и люблю юристов девушек, они всегда элегантные, уверенные в себе, особенно в фильмах. Я полностью с этим согласен. Вопрос с подвохом. Сама закон нарушала хоть раз? Переход в дороге в неположенном месте, давай опустим. Ну, если вот опять... Тут так на грани фола. Ну, вот, но, как... Такого я и не вспомню, потому что я всего, скажем так, сотрудники ГАИ, там, да, скажем, которые стоят и контролируют там где-нибудь за углом, да, переходят ли в неположенном месте, либо нет. Я вот тоже... У меня так словили, один раз. От друзей, да, вот именно я от друзей так слышала, что где-то там перескочил, хопа, пройдемте сюда, пожалуйста. Но если брать во внимание, например, переход дороги в неположенном месте, то где-то так лет в пять, может быть, и было где-то. Ну, а так очень... Бывают такие случаи, когда переход есть, да, где вот университет с Кариной, там есть маленькая такая дорожка, но таймер, по-моему, на полторы минуты. Я все равно стою и жду, потому что я-то знаю, что это может быть протокол. И вот, кстати, вспомнился мне один такой момент. Я стою в парке буквально вот недавно, да, и слышал, проходит сзади меня, по-моему, женщина с ребенком, да, и что-то говорит, что вот не лезь сюда, то я сейчас тебе оторву палец. А я, ну, понимаю, что это... Ну, буквально, мама, наверное, хотела просто попугать, да, ребенка. А я уже как адвокат, как юрист, да, как-никак, я начинаю как-то понимать, что может быть за это, да, то есть это может быть... Я эту хрень потом в новостях рассказываю, про угрозы и про все остальное. Это, может быть, да, вот относится к профдеформации, но, по крайней мере, мне нравится эта профдеформация, потому что, как-никак, ты свои действия квалифицируешь, как-то, да, описываешь, что за это может быть, не может быть. Вот. И, соответственно, вот, когда мама сейчас отошла и вот так вот ребенку вот просто пригрозило, да, я тебе сейчас руку оторву, там, куда ты лезешь, а я понимаю уже, собственно, какие последствия вдруг, если действительно такое может быть и что за это светит. Ну, или как классическая история, мужчина собирается гулять, а жена, вернешься пьяный, убью. Все, как ни крути, это уже может быть ответственность. Про профдеформацию. В чем она еще может проявляться, кроме вот таких вот моментов, когда, казалось бы, абсолютно безобидны, абсолютно такие вот бытовые обиходы, ты слышишь или видишь или наблюдаешь, но у тебя совсем другая реакция на них. Что-нибудь еще, помимо этого, в плане профдеформации присутствует? Я не знаю, насколько это профдеформация, но я очень сильно люблю классический стиль одежды. И вот буквально мне даже подруга, подруга недавно сказала, Оля, ты хоть не спишь в пиджаках, ну, как бы, простите, да, за такой вопрос. Это действительно так, потому что я вот, не знаю, относите так профдеформацию или нет, но я очень себя комфортно чувствую в классическом стиле, в пиджаках, поэтому вот не знаю даже. У меня такая же ерунда, на самом деле. Оля, еще вопрос из жизни, с которым сталкиваются многие. Обычная ситуация, житейская, я бы сказал, кто-то просит одолжить у тебя денег. Как вроде и человеку помочь и в то же время быть уверенным, что эти деньги рано или поздно все-таки вернутся? Какие-то бумажки, доверенности, вот это вот все. Как это правильно все грамотно сделать? Ну, если первоначально, да, об этом задумываться, тут нужно знать, кому ты, в принципе, деньги одалживаешь, да. Если ты знаешь человека, например, и действительно он может вернуть, то если человек вернет, и ты уверен в этом, то почему бы и нет. Бывает такое, как бы. А, скажем, есть и такое, что тут надо составлять расписки, когда она составлена, дата, какая сумма, сумма прописью, кто... Ее должен кто-то заверять или достаточно обыкновенные подписи, что я Иван Ивановшу даю Петрову Петрову, Петру Петрову, и вот его подпись. Ну, тут уже скорее зависит от суммы, потому что я знаю такую одну ситуацию, когда просто по обычной расписке, да, простая, в простой и произвольной форме, человек один другому, значит, этот долг дал очень большую сумму в долларах, да, и, собственно, когда уже было судебное заседание, и данная расписка, она... Это было давно, по-моему, таких экспертиз тут не делали, в части подписи, да, я уже не могу так точно воспроизвести, не помню, она, значит, ее отправили в другое государство, и где-то по непонятным причинам эта расписка на тысячи долларов затерялась. Вот. Бывает тоже такое. Но во всяком случае, если кому-то одалживать деньги, знаете, бывает такое, что когда одалживает близкий друг, да, и чтобы как-то не вводить его в какие-то, скажем так, какое-то недоверие, то можно, можно деньги дать в долг просто по дружбе, например, да, но дружба есть дружба, и она лучше, лучше по расписке. Наше эфирное время уже, к сожалению, так вот быстро пролетело, оно подходит к концу, но если у нас еще несколько минут, еще успеете задать свои вопросы, пока Оля думает над тем, что бы она хотела сказать, пожелать, порекомендовать, о чем предупредить всех наших слушателей, читателей и зрителей. Ольга Алексеевна, подводя некую черту, что бы хотела сказать? Хотела бы сразу сказать, вот вы пока говорили, у меня вот мысль такая первая возникла, это если у вас какие-то правовые вопросы, да, либо вдруг, не дай бог уголовные, да, либо те же самые гражданские, не затягивают до конца, да, то есть вот до победного, уже когда, скажем так, уголовное дело передано в суд, и только с адвокатом идут в суд, да, когда уже по факту бывает уже ничего не сделать, да, либо где-то человек, ну, ошибся, где-то что-то не так, сказал, да, бывает, или подписал, что это не так, либо вот опять же, да, задавали вопрос в части обжалования, да, каких-то решений, либо приговоров суда. Бывает зачастую, что человек, ну, это очень волнительно, и просто к адвокату приходит в последний день, в последний день, где-то так точно, чтобы в пять часов вечера, да, когда суд работает, и почта до шести, до семи, да, почта до семи, да, например, когда еще можно передать какие-то, скажем так, заказное письмо, чтобы в суд пошло, но тут очень так, такой спорный момент, и очень сложно адвокату такой большой объем дела, например, изучить, да, чтобы человека как-то помочь и защитить, поэтому если вдруг какое-то обжалование, да, апелляция, касация, то сразу принимать решение, потому что как-никак 10 суток, да, как бы даются, вот, и идти уже непосредственно к адвокату, если вы как-то не уверены в своих силах. Ну, а я буду куда более лаконичен, чем своя собеседница, и хочу пожелать всем вам, чтобы к адвокатам вы обращались, разве что с вопросом, Ольга Алексеевна, где вы покупали такое плако, и, конечно же, всегда соблюдали закон и читали, смотрели и были подписаны на сильные новости. И встретимся с вами уже в понедельник, будем делать небольшой обзор, что интересного произошло на предыдущей неделе. Ну, а всем хороших, праздничных, грядущих выходных, но не забываем, что завтра еще рабочий день. Спасибо, что были сильными новостями и пока-пока.